муравьев вешатель он же муравьев палач муравьев людоед с ним предпочитали не связываться он без башни все равно все найдет отберет лучше долги заплатить земли мало за нее надо платить недовольны все вот они предпосылки великой русской революции во всех проблемах виноваты поляки евреи и студенты конверт якобы по легенде передали муравьеву прямо перед казнью из петербурга арочном лично в руки императорской канцелярии он сказал вешать и вешать и вешать повесили ну пойду прочитаю что пишут там помилование в крестьянских домах очень часто висел портрет губернатора невиданная история просто невиданная чтобы портрет губернатора вырезанную аккуратно в рамочке висел у крестьянина в избе добрый вечер дорогие друзья дорогие любители русской истории сегодня у нас рассказ очень необычно не о девятнадцатом веке я бы даже сказал что он вообще не о прошлом не вчера он в какой-то степени а сегодня и а завтра почему давайте постараемся понять по ходу беседы потому что пока я к этой встрече готовился собирал материалы читал смотрел какие-то передачи я все больше и больше убеждался в том что история нас конечно ничему не учит сурово наказывает за невыученные уроки но надо же делать какие-то выводы надо хотя бы пытаться чему-то научиться чтобы не наступать по 10 раз на одни и те же грабли надо хотя бы пытаться понять как жили работали сражались защищали свою страну наши предки чтобы не быть вынужденными снова и снова делать то же самое по кругу очень после такого вступления я наконец-то оглашу нашу тему все что мы слышали краем ухо чуть-чуть и понемногу об этом человеке на 90 процентов совершеннейшая неправда это михаил николаевич муравьев те кто относился к ему с уважением при жизни называли граф муравьев виленский виленский потому что город вильну это вильнюс старинные польские скажут поляки литовские скажут литовцы город где находилась столица северо-западного края российской империи в котором на протяжении нескольких лет военным губернатором начальником военного округа с неограниченными полномочиями был михаил николаевич муравьев виленский это неофициально его титул есть своров рымникский голенищев кутузов смоленский это официальные титулы это официальная приставка часть фамилии которая потом передается потомкам а что касается муравьева виленского это народное неофициальное уважительное прозвище но кроме этого у него была масса других самое известное которое наверное слышали даже те кто вообще ничего не знают о русской истории самое известное это муравьев вешатель он же муравьев палач муравьев людоед ярый рексионер сатрав душит ли свободы палач польши даже сегодня в официальной историографии больше литвы украины страшнее зверя нет разве что сталины берия вот он уверенно занимает третью строчку кто был на самом деле кроме официальную биографию и мы увидим генерал от инфантерии граф в конце жизни выпускник московского университета герой войны восемьсот двенадцатого года губернатор гродненский могилевский минский курский виленский и так далее умел администратор сооснователь русского географического общества отчетный член российской академии наук ну и масса масса других около научных званий титулов знаков признания давайте разберемся и постепенно подойдем к тому почему собственно эта лекция посвящена не прошлом 19 век вы поймете и почувствуете что говорим бы почти сегодня муравьев отпрыск очень древнего известного там с 15 16 века не богатого но богатого на таланты как говорят рода муравьеву муравьев в нашей истории очень много вот иван муравьев воспитатель при великих князьях александр павлович константин и павлович александр павлович это будущее александр первый иван муравьев станет потом послом в разных европейских странах и в париже и в испании по моему и в германии он отец известных декабристов сергей муравьев апостол повешенная равно как и два его брата тоже декабриста они все сыновья ивана муравьева апостол это двойная фамилия отдельным указом государя императора ему разрешили носить фамилию апостол потому что по другой линии иван муравьев был родственником запорожских гетманов по фамилии апостол николай николаевич муравьев амурский кто не знает как выглядит николай николаевич муравьев амурский могут достать пятитысячную купюру там его изображение это губернатор восточной сибири основатель хабаровска благовещенска владивостока тот самый человек который без войны путем уверенной политики последовательной сложных дипломатических переговоров присоединил к россии при амурге братья нашего героя александр муравьев старший брат первый декабрист один из первых основатель союза спасения мы о нем рассказывали когда говорили о декабристах судили не тяжело его довольно быстро вернулся на государственную службу заслужился до нижегородского губернатора был очень известным своей неподкупностью и жесткостью императорских ревизоров приезжал с ревизией к разного рода городничим всякий ужас был у городничего когда к нему не просто ревизор к вам едет а ревизор бывший государственный преступник муравьев вот у него у городничего плохо с сердцем-то становился николай муравьев второй брат это муравьев карске кавказский наместник в период крымской войны разбивший турок на кавказе тоже известный человек мы потом карс поменяем на севастополь по итогам крымской войны а при наместнике на кавказе муравьеве карском тоже братья родном нашего героя кавказ станет доходной провинцией но я думаю что это заслуги не только муравьева но его предшественника воронцова видного предпринимателя полукупца тем не менее он ничего не испортил и кавказ при нем стала провинцией которая не потребляет деньги в огромных количествах имперского бюджета понимаете о чем я наоборот прибыльная провинция люди зарабатывают учет перечисляют еще на общие нужды ну андрей муравьев младший брат известная для тех кто учится в семинариях имеет церковное образование они проходят труды андрея муравьева это известный православный писатель публицист член священного сенота историк церкви читал со свое время главным историком по расколу и вся история никона и никонианство мы во многом обязаны исследователю архивисту историку андрею муравью вон эту тему всю из архивов поднял и изучал отец этой блестящей плеяды братьев николай муравьев генерал создатели военного училища частного первые годы он военное училище содержал за свой счет собственной усадьбе потом это училище с годами стало казенным он вышел в отставку поселился в москве после войны восемьсот двенадцатого года и на бутырках представляете где это не очень далеко сразу за третьим кольцом да у нас бутырский вал тогда это была далекая окраина москвы подмосковье он на бутырках завел образцовую ферму и даже не ферму а скотный двор коровы овцы параны написал труд наставления о приведении в порядок управления скотными дворами такой бывший генерал эффективный фермер семья муравьевых не бедная 400 крепостных но не богатая потому что 400 крепостных это чуть-чуть богаче пушкина 400 крепостных все заложены в казне под залог взяты деньги на эти деньги они как-то и живут развивают свою ферму детство муравьев провел в селе с мамой папа военный на войне заниматься сыном некогда поэтому мама была очень верующей женщины и она любовь к православию которая потом сильно отзовется в судьбах россии любовь к православию убеждение в том что русские православные это тождественные понятия знак равенства вообще русские это не этническое понятие это понятие как мы говорили с вами вчера подданство культуры и веры вот это любовь к религии уважение набожность мать передала всем своим сыновьям вот один даже стал историком церкви наш герой николай муравьев хоть и стал военным но тоже провел свою такую воцерквленность через всю свою жизнь поступает он куда он учится вместе с грибоедовым по моему они почти погодки учатся вместе в университете университета небольшой не то что сейчас то есть наверняка все студенты друг друга знали в лицо сто процентов или вообще были знакомы грибоедов учится на философском факультете муравьев на самом сложном на физматик круглый отличник блестящие абсолютно показатели по математике при этом опять же человек глубоко верующий но в те времена между креационизмом и наукой не было неразрешимых противоречий поэтому это было абсолютно нормально он настолько хорошим был математиком что отучившись в университете пару лет тогда поступали кто во сколько мог в университете то есть не было такого что в 18 лет муравьев поступил в 14 он пару лет отучился и пошел к папе в военное училище еще отучился год там или сколько в этом военном училище может полтора при этом он папе помогал руководить небольшим учебным заведением еще был учителем математики то есть не только учился но и учил кстати на большой дмитровке рядом здесь как раз находилась московское училище колонновожатых колонновожатые это младшие офицеры как правило которые ведут колонну идет махина войск кто-то должен этим всем управлять колонновожатый обеспечивает порядок и отвечает за все штабные вопросы потом из колонновожатых будут получаться самые лучшие штабные офицеры которые занимаются планированием походов снабжением всеми техническими вопросами будущие офицеры генерального штаба это когда-то бывшие колонновожатые как правило но научиться ему не удалось потому что началась война 812 года и где оказался муравьев не сложно догадаться ему 16 лет как вы думаете но мы точно знаем что он был на батарее раевского день бородина артиллерийским снарядом тяжелое ранение в ногу теряет сознание думали что он погиб вот он останал мальчика жалко стало его из-под трупов вытащили куда-то там бросили на телегу потащили у него горячка ранение тяжелое но какая-то была смекалка где бы он не останавливался в избе любой деревенской потому что перевозили с места на место он везде просил чтобы мелом жирно написали на входной двери здесь муравьев пятый там как-то их считали тогда было принято здесь муравьев пятый и вот по этой надписи вы не поверите но старший брат который везде бегал искал куда тяжело раненого младшего спустя несколько дней его нашел началось уже нагноение врачи совершили необычную операцию могли бы опутировать ногу они просто вырезали кусок ноги вместе с мясом до кости чудом это все зажило но до конца жизни муравьев ходил с тросточкой и сильно хромал он потом будет участвовать в заграничном походе служить на кавказе но в конце концов подполковником молодым уйдет в отставку до этого успев побывать участником всех декабрийских обществ но поскольку старший брат александр муравьев основатель союза спасения естественно все муравьева где-то рядом и вот муравьев член союза спасения там он поругался с пестолем потому что считал что у пестеля очень жесткий устав это какая-то диктатура нельзя так с товарищами вышел из союза спасения хотел вообще сделать общество более реформистским и стал одним из основателей нового союза благоденствия совсем уж почти официально все эти общества были властям известны муравьев пишет устав и там какая-то коллизия между радикалами которые хотят поставить целью захват власти и свержение абсолютной монархии и реформаторами которые как муравьев говорят о том что надо заниматься добрыми делами постепенно друг другу помогать продвигать друг друга по службе они же все карьеристы эти молодые офицеры поэтому они рассматривали эти общества как масонскую ложу своего рода друг другу помогать ты меня поддерживаешь я тебя вместе что-то сделаем хорошее когда почувствовал михаил муравьев что дело пахнет керосином какие-то заговорщики он так постепенно очень корректно декабристской деятельности отошел его все равно арестовали сразу после 14 декабря дальше гаупвахта петропавловская крепость потом госпиталь потому что у него вскрылась эта старая рана стала кровоточить но рассмотрели дело участие не принимал он повел себя довольно достойно не стал списками называть всех соучастников назвал только несколько фамилий тех кто уже были последствия нового никого не выдал во всем искренне раскаялся сказал что никогда не поддерживал плана свержения власти и его полностью оправдали взяли обратно на службу тут он написал еще рапорт николаю первому как надо реформировать россию предложения рационализаторские николай 1 назначил вице губернатором в район современной беларуси и вот началась его профессиональная длительная служба надо понимать что муравьёвы в целом это русская фамилия русский дворянский род там были такие две фракции у декабристов которые за русских которые за немцев которые за немцев это были интернационалисты которые за русских это были русофилы они считали что очень много немцев под немцы мы имеем ввиду всех иностранцев очень много немцев на русской службе они друг другу составляют протекцию русским молодым офицерам никуда не пробиться немецкое засилье и вот братья муравьёва такая русофильская фракция у декабристов они например называли тогда уже представьте петербург между собой петроградом мы служим в петрограде они говорят он повесил указ царя алексея михайловича следующего содержания я вам его зачитаю язык 17 века учали на москву приходить всякие еретики немцы и просить царской службы и мы собрали архиепископ архиерей архимандрит и иреи на думу и положили думными людьми их сукиных детей немцев на воеводство не посылать к воеводствам не определять а быть им сукиным детям немцам только в москве и записывать их на черную сотню на службу нашу царскую вступать по нужде вратную 18 мая 1661 года смысл понимаете немцев только в армии больше никуда не назначать вот такой указ там висел у муравьёва вы знаете есть много в интернете разного рода царских указов той пары имеет нравится указ петра первого по поводу ассамблеи читали да о достоинстве гостевом на ассамблеях нет он длинная вам пару строчек перед появлением многонародным гостю надлежит быть мыту старательно бриту тщательно дабы нежностям дамским щетиной мерзкой урон не нанести далее там тра-ля-ля в гости придя с расположением дома ознакомиться заранее на легкую голову особливо отметив расположение клозетов или вот еще такой указ на эту же тему замечено что девицы на ассамблеях являются не зная политессу я как и киморы одеты бывают одев фижмы из атласу белого на грязной и сподни потеют изрядно отчего зело гнусный запах приводит смятение гостей иностранных указываю впредь перед ассамблеями мыться в бане с отчанием за исподним также следить усердно вот такие вот петровские указы их очень любят читать на каких-то там корпоративах новогодних скажу вам правду и алексей михайлович и петр первый это все фейки это все это все придумано я проверял ничего такого никогда не было все неправда на самом деле мылись наши девицы на ассамблеях намного лучше чем иностранные у нас другая банная культура поэтому с этим точно проблем не было и вот в конце концов муравьев оказывается в польше как раз момент восстания 1730 31 года польское восстание тут я должен вам немного рассказать предысторию москва и литва великое княжество литовское а позднее москва и речь осполитое это геополитический исторический конкурент во времена минина и пожарского это почти один язык переводчик не требовалось и там и там и в княжестве литовском в литве и в москве православные в литве правящие элиты литовцы но их там так мало в основном те же самые православные русские бояре князья они все между собой женятся вообще не поймешь литовец не литовец русский и каждое из этих государств старается стать центром собирания русских земель помните в школе проходили процесс собирания русских земель москвой от ивана калиты начиная они воюют периодически друг с другом вступают в союзы иногда чаще воюют в силу многих обстоятельств это сейчас не тема нашей встречи потом можем как-то поговорить в этом геополитическом противостоянии даже несмотря на то что литва соединилась великая княжество литовская это современная литва белоруссия часть украины соединилась с польшей это как ни странно не усилила ослабила и в процессе этого геополитического противостояния победила москва но пока было противостояние естественно западная русь плюс польша заняли существенную долю исконных как мы называем сегодня русских земель киев малороссия белоруссия современно и прочее прочее и вот дальше начинается постепенный процесс москва становится все сильнее речь посполитая все слабее и начинается процесс который я бы назвал реконкиста помните как испанцев и арабов русская реконкиста постепенное отбирание у поляков исконных русских земель случае с литвой это не была бы реконкиста потому что и те русские и те русские по большому счету ну там литовцы но у нас татар а с польши уже история другая потому что у них кардинально другая вера они считают нас дело не в латинском алфавите не в разница между латиницей и кириллицей разница в том что они считают москву схизматиками вероотступниками просто хуже не бывает другая вера другая модель управления иные отношения между землевладельцем и землепользователем то есть у нас все таки по крайней мере до момента расцвета крепостничества крестьянин и барин они в церкви стоят вместе барин отец служит царю ты конечно ему страшно завидуешь потому что он богатый сытно ест сладко пьет ты землю пашешь и вынужден работать на него крепостное право всегда имело разные формы как мы помним то ты работаешь на него день в неделю то можешь уйти от него то даже если расплатился не можешь опять же история это сложная но смысл заключается в том что они вместе особенно когда барин с войны приедет без ноги без руки ты тут начинаешь думать о том что может тебе спокойнее ты была землю тупахайся то и вовсе не приедет похоронка придет отцу то есть он служит кровью ты служишь трудом а в польше ситуация другая поскольку большая часть подавляющая часть землепользователи они опять же русские православные а землевладельцы в основном католики поляки то есть между ними раздел еще идет идеологические религиозные сословные то есть они просто с разных планет совсем отсюда мы шляхта мы люди мы образованные мы европейцы а это быдло не ровня нам совсем даже разговаривать не о чем вот в этом здесь залог большого социально идейного конфликта в конце 18 века в результате трех разделов польши фактически все бывшие русские земли екатерина забирает поляки настолько активно хотят реванша и так активно служит наполеону 90 тысяч поляков было великой армии наполеона истово ирьяна что в конце концов александр принимает решение как мы понимаем сегодня наверное ошибочно кто бы знал спустя 200 лет покончить с польшей вообще вот совсем совсем покончить с польшей и польша ликвидируется но образуется царство польска которая как мы помним сами получает уникальные права на самом деле живет как у бога за пасухой царство польского только личная уния царя с москвой то есть император является одновременно царем польским своя конституция которой нет у нас свой парламент которого нет у нас выборное самоуправление на всех уровнях властей гарантии собственности вся польская шляхта получает естественно права имперского дворянства со всеми вытекающими собственная полиция и собственная армия это даже не конфедерация союз союзное государство россия беларусь но тем не менее шляхта все равно не довольно и начинается восстание восемьсот тридцатого восемьсот тридцать первого года при этом надо понимать вот что еще как ни странно русская элита дворянская вы не поверите она перед поляками преклоняется вот это настоящая европа одеты а как выглядят культурные люди полонофильство откровенно лучший друг александра первого кто черторыйский князь который вообще-то был даже министром иностранных дел у нас какое-то время потом воевал с россией в либерального дворянства можно сказать уже у либеральной интеллигенции определенное преклонение перед польшей становится признаком хорошего тона он ничего не напоминает они конечно славяне но не то что мы чумазы нас орда испортила вот на украине с европа же понимаете счетом матушка екатерина зачем забрала эти земли восточные у поляков да бог с ними все пусть останется у них не надо было бежать культурные люди приятно с ними иметь дело девушки красивые александра первого даже рождается в голове такая совсем уж завиральная идея по крайней мере она обсуждается вообще не знаю насколько может быть ему приписывали это но идея обсуждалась а может быть взять ту польшу которую мы сейчас имеем царство польское небольшое варшава краков и вернуть им все те земли которые екатерина забрала и будет большая польша и им приятно мама нам не жалко кемского власти набирайте все равно же в составе империи ну какая разница куда этот крым будет входить чистый вопрос на карте все равно я император когда информация об этом слухи поползли по столице что тут началось именно в этот момент молодые горячие офицеры будущие декабристы впервые заговорили о цареубийстве они сказали вы знаете он так в истории россии такого не было чтобы мы земли завоеванные кровью кому-то отдавали если государь подпишет этот указ возврате польскому царству в составе империи земель матушка екатерины отвоеванных государя убьем якушкин обнажал цареубийственный кинжал по пьянке на вечеринке и кричал я лично заколю императора лично подойду к нему тогда же не было охрана фсо подойду и заколю и сам застрелюсь после этого сразу же но я спасу отечество а другие говорили нет мы должны это сделать вместе как цезаря мы каждый подойдем с кинжалом и каждый вонзит в него предателя по кинжалу и все вместе погибнем сразу сдадимся но мы как брут братья спасем империю это было все очень серьезно даже карамзин написал большую записку императору что это исторически все русские земли нельзя это отдавать сегодня вы отдадите западную белую русь а послезавтра не потребует киев и смоленск боже упаси не надо александр оказался в этом отношении умнее чем советское правительство момент образования ссср и не стал создавать вот эту гигантскую польшу из непонятно каких земель как мы создали гигантскую украину из трех республик и как это все прососалась вот 30 год начинается восстание муравьев могилевский гражданский губернатор молодой еще довольно 30 небольшим лет его логика какая он наобщался в могилеве с поляками рок там дворянство поляки шляхта население русские и приходит к следующему выводу нас не уважают просто русские власти плевать на них поляки хотели почему они нас не уважают не уважают потому что не боятся не боятся как заставить чтобы уважали пусть боятся боятся значит уважают поэтому надо нагнать на них страху если они будут бояться они не примкнут к восстанию и будут сидеть тихо вся эта местная элита у него в могилевской губернии поэтому там массу хитрости он собирал дворянство шлихетство польская он там выступал с речами грозил им страшными карами не были такие хитрости описывает один из современников как например он будучи губернатором ему доставляли арестованных мятежников или подозреваемых в симпатиях к мятежу как он проводил допросы сейчас прочитаю это писал жандарм который при генерал-губернаторе был муравьев всегда возил с собой какого-то инвалидного солдата инвалидного имеется ввиду ветерана этот солдат имел способность удивительно подделываться под голоса и крики разных мужчин и женщин вот этот инвалид в соседней комнате бьет розгами по кожаной подушке и истошно кричит разными голосами а в соседней комнате идет допрос муравьев очень веселился потому что боялись что-то творится вообще ужас все раскалывались муравьев очень веселился свои шутки и просил не выдавать его никому не рассказывать но брат ты большой талант вот это у нас роли сыграешь считается что именно тогда родился самый известный мем про муравьева якобы один из польских дворян узнав о приезде муравьева в город задал вопрос местному губернскому чиновнику простите а это который муравьев это наш новый губернатор а не родняли он случайно моему знакомцу сергею муравьеву апостолу которого повесили подколол его так муравьев об этом узнал и попросил передать скажите этому ляху что я не из тех муравьевых которых вешают я из тех муравьевых которые вешают вот так он стал муравьевым вешателем скажу честно этот анекдот про муравьева есть везде и нет никаких точно ему доказательств может быть и придумали так либо иначе потихоньку все успокоилось восстание 830 года это было не совсем восстание в современном смысле этого слова это была настоящая война поскольку у поляков была своя армия воевали между собой две регулярные армии русская и польская брали пленных обменивались пленными наши победили довольно быстро и все утихло это была такая полноценная война с организованными сепаратистами ну а муравьев после этого пошел служить по разным должностям и кем он только не служил был губернатором в разных регионах причем его назначали в трудные регионы которые были как бы сейчас сказали бюджетный дефицит малая собираемость налогов дыра в бюджете задолженности перед столичным минфином и вот муравьев всячески средства вышибал всеми доступными методами основной метод у него был какой поймать должников которые не платят налоги кто платили были основные налогов дворянство дворянство платила налоги за своих крестьян собиралась крестьян и платил поймать должников и как-то с ними разобраться как-то в курске где он был губернатором какая-то помещица попросила отсрочить взыскания поскольку у нее совсем нет средств муравьев сказал что очень сочувствует пригласила на городскую площадь вызвал туда барабанщиков и аукциониста собрали народ местное купечество сказались нет средств а вот лошади отличная и карета и тут же с аукциона под барабанный бой продали и карету вместе с лошадьми чтобы обратно в имение возвращалась пешком нашла деньги вернула информация таких ярких публичных акциях муравьева она кругами расходилась поэтому с ним предпочитали не связываться он без башни все равно все найдет отберет лучше долги заплатить его очень любили в минфине за это и назначили руководителем налоговой службы в итоге он стал директором департамента подати и сборов абсолютный аналог главы фнс современного потом ему довешивали новых должностей разных сколько у него математическое образование такой математический ум помните с вами хорошую математику физмат закончил поэтому назначили директором межевого ведомства часто непонятно тогда это была очень важная работа страна огромная и немеренная то есть не измерял никто в цель сколько конфликтов где границы между поместьями где граница города кто бы за эту землю платит это чей участок и вот межевое ведомство были топографы по всей стране они должны были всю страну посчитать расчертить на карты перенести вот такого муравьева было глобальное задание возглавляем межевое ведомство там институт создал специально инженеров топографов и был вице-президентом одним из основателей русского географического общества тоже по межевой части мерил страну ну и в конце концов взлет его карьеры формальный это назначение министром государственных имуществ уже при новом царе молодом александре втором это министерство управляло всеми госкрестьянами и госземлями представьте себе это как современное рост имущества только гораздо больше муравьев хорошо управлял крестьяне богатели тогда появились первые будущие капиталисты из крестьян он очень поддерживал частную инициативу создания хуторских хозяйств но самое интересное то что когда началась подготовка реформы освобождения крестьян будущим императором освободителем александром вторым были созданы разные специальные комитеты муравьев как ведущий профильный министр госимуществ активно в этом участвовал тем более он был декабристом молодости чуть-чуть и как вы думаете как он занимал позицию он был против правительственного плана крестьянской реформы жесткой и последовательно он считал что это все игра на публику тот план который предлагали либеральный реформатор в первую очередь константин брат государя императора александра эта игра на публику это для европы чтобы потом газетах написали какой у нас прекрасный царь и как страна стала европой в пять минут так не пойдет суть в чем была реформа ну так и совсем упрощу вот у вас квартира дача представьте себе да а теперь представьте что это не ваш а прапрапрадедушки квартира дача дом загородный магазин кафе завод собственность от прадедов более того не украдено не приватизировано а получено за службу как правило за службу потому что кто-то из ваших прадедов погиб на войне кто-то без руки кто-то без ноги вон портреты все висят вот их жаловал государь имуществом в награду за службу и ваши родные веками этим имуществом управляли на эти деньги жили вы им тоже там следите за ним поддерживайте своих крестьян с голоду не мрут вы и рачительный собственник и тут какая-то реформа у вас просто это отберут но также не бывает неправильно это вот со стороны крестьян все ужасно рабство а вот с этой стороны а потом вся элита империи военная вся почти она так либо иначе зависит от этого имущества или к нему стремиться если у него нет поместья он хочет его иметь просто так взять и освободить ну так не бывает помните я бы рассказывал про декабриста якушкина которые после войны папе в поместье приехал и решил освободить всех крестьян он кстати родственник муравьева через жен жена муравьева и жена якушкина это родные сестры он собрал всех на крыльце мужики все свобода равенство братство все свободны идите куда хотите я всех отпускаю вот вольная феська приказчик сейчас подпишет они говорят а жить на что ну хотите арендуйте у меня землю арендуйте договоримся барин мы что-то не помню мы свободная земля у тебя что ли останется ну да это не моя земля это вообще отца деда и прадеда земля я вам не могу отдать нет я вас лично отпускаю вопросов нет может барина найдете подобрее я вас как арендуем а если не урожай кто будет платить не ну по договору крестьяне так постояли по кумек или знаешь барин давай так давай по старинке мы будем ваши барин а земля будет наша это какое отношение у крестьян было земли и вот реформа александра второго и других либералов назовем это так она сводилась к тому что крестьян отпустили без земли без земли но понимая что в этом случае крестьяне просто умру с голоду а земля пропадет ну не будет же ее дворянство обрабатывать само но при этом государство заплатила дворянам за эту землю государство платит дворянам за землю не за всю там за часть какую-то примерно половину по разному дальше дворяне получают деньги и часть земли отдают крестьянам с этого момента крестьянин становится должен кому государство которое за него заплатила из казны государство доброе она говорит я знаю что у вас денег нет давайте на 50 лет 50 лет льготный процент или вообще без процента потихоньку отдадите что получается в результате выглядит очень красиво но первое вы думаете что дворяне довольны наряд недовольны потому что а цена по которой заплатили дворяне считают не рыночная по кадастру заплатили нечестно ну все чтобы у вас сейчас дачу забрали по какой-то там непонятной стоимости второе вам тоже не заплатили вам выдали векселя государственные мы их потом оплатим денег нет указаны откуда столько взять 30 ввп сразу чтобы всю землю выкупать поэтому дворяне недовольны крестьяне вроде бы должны быть довольны потому что они стали лично свободно могут уйти в город и плюс не надо отдавать деньги за землю но крестьянам то кажется что эта земля на самом деле их земля и теперь они должны государству отдавать деньги за свою собственную землю еще долго отдавать еще дети будут за меня расплачиваться у него же психологически это его земля он на этой земле 300 лет его семья в этой деревне это его земля кто-то давал деньги в долг друзьям руку поднимите хотя поднимите руку честно неважно отдали долг и не отдали у кого после расчетов полных резко улучшились отношения с теми кому вы в долг давали природа не знает таких случаев человек который взял у вас в долг он благодарен нам ровно полторы минуты но пока он или не решит свою ближайшую проблему взял у вас долг на что-то у нас что-то приобрел берешь чужой отдаешь свое кровопийца зачем у него денег же много не же денег полно мог бы мне и простить даже если вы без процентов даете с процентами вообще швах поэтому крестьяне что делают они государства ненавидят это какое-то жилье на нас наживается мало того что нашу собственную землю нам продали так еще и деньги за это требуют и в третье раньше у меня земли было вот столько у крестьяне настало вот столько уж ведь не всю землю отдали крестьянам надо что-то оставить еще и помещику мало ли приусадебное хозяйство он может сам как-то захочет какой-то вишневый сад там высадить дачи построить бизнесом заняться все они забирали только часть начинается малоземелье земли мало за нее надо платить недовольны все вот они предпосылки великой русской революции последующие что предлагал муравьев консерватор он говорил все неправильно все либеральная трескотня нельзя никому ничего давать бесплатно крестьяне выдали бесплатно землю он вам спасибо не скажет надо чтобы он купил пусть купит создайте для него условия для крестьянина пусть у него будут деньги какие-то я не буду повторять у него были конкретные планы но смысл в том что не надо вот этого раз указом отмена крепостного права надо растянуть эту неприятную ситуацию лет на десять за эти десять лет сформировать слой собственников крестьян кулаков эти кулаки эту землю выкупят государство чуть-чуть поможет но как только он заплатил свои деньги он за эту землю умрет быстрее чем за царя батюшку он станет хозяином и тогда это опора трона а вот эти подарки их никто не ценит только врагов все наживете поэтому разругался с либералами и сделавший успешнейшую карьеру десятикратного губернатора министра главного по межевому хозяйству члены императорских академии наук и прочее прочее уволили со всех постов одним днем довольно некрасивая такая была ситуация но прошло немного времени начались очередные проблемы в польше там неспокойно там постоянно что-то происходит начало шестидесятых годов 19 века вот тогда появляется известная поговорка в народе что во всех проблемах на руси виноваты кто три составляющих во всех проблемах виноваты как говорили тогда поляки евреи и студенты и вот вспыхло польское восстание 1663 год в январе 63 года одновременно все очень организовано в десяти городах ранним утром совершаются нападения на воинские части на военные гарнизоны русские десятки убитых солдат в польше нет никакой армии это такие бандформирования подполье одновременно нападение в десяти городах сотни раненых солдат и офицеров начинается террор убивают наших чиновников убивают офицеров нападают на православные храмы причем с особым изуверством все это происходит восстание охватывает не только царство польское вот северо-западный край это современная территория литвы чуть-чуть украины и белоруссии столица вильна вильнюс северо-западного края врываются в усадьбу там русская барыня просто всех русских вешают барыню вешают в главном здании прямо на люстре называли жандармы-вешенщики польские террористы и в лес в схрон потом выясняется что некоторые эти банды возглавляются сложно поверить но священниками ксензами они прямо с паперти призывают к войне с петербургом с москвой к священной войне к освобождению польши другие банды возглавляются дворянами вообще движущая сила это польское шлихетство но именно тогда происходит что самое главное чем кардинально это восстание отличается от всех других впервые разыгрывается следующая карта дворянство шлихетство и духовенство ксензы объясняют крестьянам которых мы сегодня называем белорусами украинцами литовцами главным образом белорусами малоросами что они настоящие русские вы русские мы с вами три славянских братских народов украине с малорос белорос и поляк а то москали это вообще не русские это какая-то чуть-то тарва там русских нет вот все что до днепра это русские ну со смоленском так чуть-чуть а дальше это татарские земли была история реальная мы посылали воинские команды которые ловили по лесам эти банды ну прям как бандерасов буквально это в схронах где-то посылаем она там вступает в бой естественно это рота солдат эту банду рассеяла часть убежала солдаты празднуют победу пришли в какой-то дом к местному сельскому батюшки в деревне самый большой тот от души поблагодарил офицеров поднял с ними чарочку солдат накормил солдаты довольные ушли но все-таки православный батюшка свой на месте ночью остатки этой банды пришли на ремни нарезали этого батюшку храм сожгли но чё дело сделали с его семьей с матушкой историю умалчивает дикое зверство невиданными раньше такого не было прошлое восстание это борьба военных между собой а это просто какой-то лесной террор при этом власть контролирует города вроде бы все в порядке как на кавказе везде в городах стоят гарнизоны и все в порядке но как только в деревню заходишь там власти уже нету потому что ночью придут и объяснят тебе из леса кто здесь хозяин а то и днем потому что все знают что местный польский граф руководит бандой штыков в 200 и финансирует ее и получает деньги от подпольного правительства были еще подпольное правительство подземное называли его никто не трогает потому что он граф он же такой же как петербургский граф и народ метался не мог понять а кто наша власть вот этот губернатор который вильна сидит военные у меня не защищает лучше с этим быть как-то потише а те ведут активную пропаганду если все вместе мы сбросим москалей то что произойдет вы же обижены в результате крестьянской реформы мы вам земли дадим потом дадим вам потом земли будете богатыми счастливыми ввп будет у вас как по франции все нормально сразу разбогатеете надо только москалей сбросить и вот здесь вспоминают о большом польском опыте той поры еще восемьсот тридцатого года уравьёва царь его возвращает с пенсии с неограниченными полномочиями генерал-губернатором северо-западного края в столице города вильна это шесть губерний вся современная белоруссия литва чуть-чуть украины вы помните что во время того восстания был патриотический подъем известность стихотворения пушкина клевотникам россии как раз относящаяся к той поре есть стихотворение тютчево по поводу второго следующего польского восстания вот что он писал в августе 1863 года ужасный сон отяготел над нами ужасный безобразный сон в крови до пят мы бьемся с мертвецами воскресшими для новых похорон то есть воскресли мертвецы прошлого восстания 30 лет назад офицеры поляки по национальности массово дезертируют над солдатами попавшими в плен производят экзекуцию на за русскими солдатами называется производство в гвардию гвардии такие лацканы на мунтирах такие специальные поэтому они берут солдат и заживо разрезают им грудную клетку и разворачивают у вас произвели в гвардейцы горит лежите дикие зверства власть растеряна растерян до такой степени что уже голоса в петербурге в варшаву мы потеряли это точно давайте попробуем сохранить северо-западный край или хотя бы малороссию сохранить потому что вот-вот пишется еще англия и париж и мы получим вторую крымскую войну как только восстание полыхнет посильнее как только им удастся поднять крестьянство по-настоящему это все это развал россии поэтому лучше от чего-то отказаться уже предлагают дать счастье этих земель независимости вот в этот момент приходит муравьев оговариваются условия помимо неограниченных полномочий то есть право военного суда конфискации поместья решение любых вопросов на территории он говорит я буду проводить свою политику которую считаю нужным вы мне не мешайте вся империя российская строилась таким образом надо договориться с элитами занимая новые территории неважно где на кавказе в сибири почему у нас такой экстенсивный успешный рост империи мы кооптировали элиты мы давали им права дворянства все полномочия сильно не влезали в их внутренние отношения и элиты со временем становились очень лояльны столице петербургу отсюда багратион и среднеазиатские элиты про татарские говорить ничего не просто слились нашими воедино немцы самые преданные нам лифлянские немцы прибалтийские финны даже шведы как барон маннергейм шведский тоже поколение шведской элиты которая служила всегда империи только с поляками так не получилось вроде бы им как все право дали они все равно хотят жить отдельно и муравьев переворачивает эту историю он апеллирует напрямую к народу он говорит я русский вы тоже все русские это наши русские земли исконные их какое-то время не справедливо оккупировала польши мы отобрали обратно и мы здесь будем восстанавливать русскую власть потому что вы все крестьяне русские православные я пришел вас защищать он формирует народные дружины вооружать крестьян если будут банды выходить разбирайтесь и зовите солдат и сами защищаетесь и первая же народная дружина такая старообрядцев обиженные властью старообрядцы хватают и громят крупную банду возглавляем técнему возглавляемый одним польским графом прошлое губернатор говорил как у них есть авторитетные люди вот к storms например с ними над договариваться потому что они мутят надо договариваться муравьев приехал будем договариваться будем как будем договариваться первых которые мутят народ привезти повеситься как мы с ними договоримся первую же неделю муравьев повесил публично на площади двух польских священников можете такое представлен в следующем был повешен польский граф тот самый которого старообрядцы поймали. Банду его разгромили. Там такие начались интриги. Суд шел военный. Из Петербурга писали. У него обнаружились защитники у этого графа. Повесили. Потом поймали офицера императорской армии, который дезертировал. Фамилия его известная Сираковский. Свободный поляк. Он за свободу боролся. Министр МВД прислал письмо, что ни в коем случае нельзя применять нему смертную казнь. Он офицер. Отправить его в Петербург разобраться. Королева Виктория прислала письмо с просьбой помиловать Сираковского. Сираковский вел себя нагло, смеялся в открытую. На суде отпустите мне, еще и денег дадите. Вся Европа за меня цивилизованная. Было бы ООН, проголосовали бы. Только когда он дошел до плахи, понял, что что-то не так, у него началась истерика у этого Сираковского. Пытался вырваться, плевался, исходил пеной. Муравьев мастер пиара, конечно. Казни проводил публично. Оркестр, барабанный бой, зрители. Суд открытый. Нагонял страх. Вы помните, да? Боятся, значит, уважают. Сираковского, значит, расстрел. Дврянин, офицер. Повешение публично. Ну, знаете, что происходит с трупом после повешения. Не очень это эстетично. Конверт, якобы, по легенде, передали Муравьеву прямо перед казнью. Из Петербурга. Арочным, лично в руки. Императорская канцелярия. Он сказал, вешайте, вешайте, вешайте. Повесили. Ну, я пойду прочитаю, что пишут. Там помилование. Из Петербурга пришло. Не успели. В Беларуси сейчас есть национальный герой. Там тоже свои проблемы с историей определенные. Еще с советских времен. Некто Калиновский. Костусь Калиновский. Поляк. Считается почему-то национальным героем. Борцом за освобождение белорусского народа. Ну, загадка. Это вот такой типичный садист. Типа Бандеры. Банда Калиновского славилась особенно изысканной жестокостью. Он прятался. Какие-то у него были конспиративные квартиры. Ну, в конце концов, русская полиция поймала его. Тоже общественная компания. Простите. Герой. Приговорили к расстрелу по законам военного времени. Муравьев отменил приговор расстрельный. Сказал, ну, если общество требует. Расстреливать нельзя, конечно. Нельзя, нельзя. Повесить на площади публично. Пару лет назад, как раз перед выборами в Беларуси, массовыми, ни с того ни с сего взявшимися манифестациями, прямо перед этими выборами в Вильнюсе археологи копали, копали. И вдруг откопали труп Калиновского и вот этого Сираковского. Рядышком были под Вильнюсом. Устроили торжественные государственные похороны. Оркестр, лафет. Не знаю, какой уж там государственный флаг покрывал их символическое надгробие. Салют. В общем, спектакль был по полной программе. Вот они, истинные борцы со свободу Белоруссии. Помимо этих показательных казней, он запугивал, он бил шляхту рублем. То есть участие в мятеже доказывалось, имение конфисковывалось. Иногда сжигалось. Несколько раз были сожжены имения, когда доказывалось, что не просто хозяин имения участник мятежа, но он еще и виновен в смерти собственных крестьян, которые отказывались участвовать в мятежных войсках. А теперь представьте для остальных крестьян, как приятно. Не просто этого мятежника-барина в кандалах в Сибирь. Еще и дом его сжигался публично. А вся земля раздавалась крестьянам. Поэтому в общей сложности было 17 тысяч поляков высланных в Сибирь. Участников, сочувствующих и так далее. Очень методично. Он совершенно не русский администратор. План, план-график, система, как работает военный суд, доказательная база, следствие. Опять же, вооруженное самоуправление крестьянское. Обложил налогом всю шляхту. Вся шляхта платила специальный налог на подавление восстания. Понимаете? Дополнительно. 10% от доходов каждого имения. На борьбу с мятежниками. А только мятеж закончится, все возвращается. Поэтому вы заинтересованы. Поскольку прятались эти банды в лесах, край лесисты, решено было прорубить просики, чтобы вооруженным командам, воинским, было легче, не подвергаясь риску, отслабливать банды. Как бы вы решили прорубить просики? Сжечь леса? Это зверство. Нет, конечно. Чьи леса? Шляхты. Значит, крестьяне приглашаются этой шляхтой, говорится, вот просика 20 метров, рубите, и вот дотуда. Весь лес ваш, забирайте себе. Многие построилися новые дома, богатые избы. Крестьяне с таким энтузиазмом взялись за вырубку барского леса, это были идеальные просики, ни копейки бюджетных затрат. Но при этом Муравьев понимал, что борется с последствиями. Самая главная базовая проблема. Местные жители, белорусы, литовцы, малоросы, не должны воспринимать свою землю как не Россию, или, как сейчас говорят, как анти-Россию. Не должны воспринимать себя русскими. Значит, католичество практически ликвидируется, костелы переделываются в православные храмы, ксензы выселяются. Масштабная программа реставрации церквей, они были в ужасном состоянии все, реставрации церквей и строительства новых. Вплоть до того, что всем крестьянам Муравьев за личный счет крестики покупал нательные и каждому давал православные. Пожалуйста, приходи, от губернатора тебе крестик. Строится огромное количество русских школ, то есть в несколько раз увеличивается количество русских школ, начальных, средних. Земли, которые конфисковывались у шляхты, делились между крестьянами. За счет этого, если по всей стране в результате крестьянской реформы в среднем крестьяне получили в два раза меньше земли, чем у них было до реформы, то на территории северо-западного Веленского края в среднем в полтора раза больше, чем было до реформы. Они Муравьева боготворили. Помните, у Твардовского есть такое стихотворение, поэма «По страну муравия». Такая страна муравия, какая-то счастливая, где муравьи, где травка-муравка. И Твардовский говорил, «У меня есть детство воспоминания, что муравья – это такой крестьянский рай. Но что это значит, я не знаю. Наверное, какая-то трава особая». Твардовский из смоленских крестьянцам, из смоленской деревни, приграничной с Веленским краем, это крестьяне. В своем фольклоре говорили, что когда мы все получим муравьевскую землю, мы так счастливо заживем, у нас будет счастливая страна своя, муравья. И в крестьянских домах очень часто висел портрет губернатора. Невиданная история. Просто невиданная, чтобы портрет губернатора, вырезанный аккуратно в рамочке, висел у крестьянина в избе. Тогда в Вильнюсе открывается русский драматический театр. В музеях меняются музейные коллекции. И добавляются предметы русской старины. Ну, чтобы школьники приходили в музей, сразу понимали, что это русская земля. Вот старинный музей. Здесь всегда жили русские, а не кто-то еще. Закончилось это все тем, что все успокоилось. И когда в Вильню в 1864 году приехал государь императора, то произошло уникальное, шокировавшее всех событие. Губернатор его вышел встречать, построение, ну, как положено. Губернатору под 70 муравьеву уже в этот момент. И император Александр II отдал ему честь первым. Не наоборот, а сам отдал честь губернатору. Беспрецедентный случай. Ну, а потом все как обычно. Муравьев сделал свое дело. Муравьев может идти. Вроде все успокоилось. Надо теперь как-то гайки раскрутить, посвободнее. И его к 70-летию отправляют в отставку с почетом, с графским титулом, передачей по потомству, со всем уважением необходимым. Но программу русификации полную Веленского края он завершить не успел. Потом еще немного послужил. Последнее дело было у него расследование первого террористического акта в истории Российской империи. Это когда Каракозов стрелял в Александра II. Была создана комиссия, расследование поручили муравьеву. Либералы пришли в ужас, ждали репрессии. Все думали, что муравьев, естественно, объявит что-то поляки. И дальше всех поляков опять под нож. Нет, муравьев провел независимое расследование и показал, что поляки не имеют к этому никакого отношения. Это уже новая волна революционеров, нигилистов, космополитов, предшественников будущих народовольцев и будущих большевиков. Последнее, что удалось сделать муравьеву, постройка в его родовом имении храма в память сослуживцев, солдат, погибших во время усмирения восстания, польского мятежа 1863 года. Утром они храм осветили, а вечером во сне муравьев умер. Было 70 лет. Муравьев-вешатель, если оторваться от анекдота мема, муравьев-вешатель – это любимое выражение Герцена с его тяжелой руки. Оно и вошло в историю. Герцен отозвался так. Деревенской глуши, темной ночью. Во сне умер. Без свидетелей, без попов, без раскаяния, без слез и помощи задохнулся отвалившийся от груди России вампир. Другого ждать от Герцена нельзя. Он же надеялся на революцию. Лондонский сиделец, понимаете, он надеялся, что страна развалится. Ведь речь шла на самом деле о том, что поднимутся крестьяне не только Белоруссии, Малороссии, Литвы. Там был заговор на Поволжье. Известное казанское дело, так называемое, мы хотели и там крестьян поднять, что в принципе страна посыпется после Крымской войны. Несколько лет все прошло, но ничего не получилось. Ничего не получилось, в том числе из-за таких людей, как Михаил Муравьев. У него было четверо детей, все выросли достойными людьми. Он был известным трудоголиком, просыпался каждый день в 7.30, ложился спать в одно и то же время в 2 часа ночи. Заставляли врачи. Надо хотя бы чуть-чуть спать. Все подчиненные во всех воспоминаниях вспоминали Муравьева как исключительно эффективного управленца, умного, вдумчивого, дающего четкие, понятные распоряжения. В истории он остается и по сей день как жестокий политик, вешатель, одиозная фигура. Как вы думаете, сколько за два года борьбы с польским мятежом было повешено или расстреляно распоряжениями Муравьева, мятежников и преступников? 12 тысяч. Сколько? 8-12 тысяч. Еще какие версии? 128. 128 человек. 128 человек за два года, включая уголовных преступников. Там были, например, расстреляны за изнасилование. Русские. Русские, крестьяне какие-то. По пьяни кого-то изнасиловали, с отягощением, жертва скончалась. Расстреляли троих с распоряжением военного губернатора. Всего 128 человек, включая уголовных преступников. Помимо прямых боевых потерь, которые были, естественно, с обеих сторон, я не считаю боевые потери по ходу настоящих военных столкновений, честных, как я называю, военных столкновений между мятежными отрядами и армией, помимо боевых потерь, только на территории Муравьевского губернаторства зафиксировано тысяча убитых террористами, поляками. Это вот как повешенная графиня, убитые священники, члены их семей, тысячи человек. Поэтому масштабы извест, как вы понимаете, почти один к десяти против того, что творили тогда мятежники. Самое главное, заслуга Муравьева не в этом. Не в том, что он был эффективным министром, хорошо управлял, хорошим губернатором был, размежевал всю Россию, сделал правильные карты, прекрасно налаживал дело в любом ведомстве, в любом министерстве, в любом уделе, которое ему поручалось. Главная заслуга Муравьева заключается вот в чем. Дело в том, что до Муравьева предполагалось, что Белоруссия, Литва и существенная часть Украины – это Польша, занятая Россией. Муравьев перевернул эту конструкцию и вернул эту землю. Вот белорусское государство современное и Белоруссия как отдельный народ, прямая заслуга Муравьева, они тогда поверили в то, что они русские, сохранили православие, сохранили свой язык, не стали поляками. Муравьев показал, что процесс дерусификации, который происходит сейчас повсюду на территориях бывшего Советского Союза, это процесс обратим. Его можно остановить, если апеллировать не к элитам продажным. Муравьев не апеллировал к польским графам местной шляхте, он апеллировал к людям напрямую, которые говорили с ним на одном языке и были с ними одной верой. Он им давал оружие. Представьте себе, сколько у него было противников в Петербурге. Что ты творишь? Ты вооружаешь крестьян. Да они сейчас собственного графа не на рогатину, на штыки поднимут. А завтра новая Пугачевщина. Они вооружены. Муравьев говорил, нет, эти крестьяне русские, они будут за государя императора. Они сражаются с нашими врагами. Я буду их поддерживать и отмечать еще за это. Он апеллировал напрямую к народу. Своих абонентов в Петербурге, знаете, как он называл? Не поверите. Либералы-космополиты. Эти, говорит, либералы-космополиты в Петербурге не понимают. Местное крестьянство русское за нас. Надо работать с ними. Петр Столыпин прямой последователь Муравьева. Мы знаем, что он был саратовским губернатором. До этого был еще гродненским генерал-губернатором в Гродно, Белоруссии. Там же, где губернатором был, кстати, Муравьев. Прекрасно знал его методы. Очень высоко о Муравьеве отзывался. В общем, когда мы думаем о том, кому бы еще поставить из забытых несправедливо или незабытых совсем деятелей памятник, чьим именем назвать улицу, у нас все время какие-то экстремальные идеи. Давайте поставим памятник Дзержинскому на Лубянке. Я не буду говорить о фигуре Дзержинского, противоречивая фигура. А давайте вот улицей Берия назовем. Эффективный менеджер атомную промышленность создавал. Эффективный менеджер, да, можно сказать. У нас есть эффективный менеджер, настоящий государственник, который аж 128 смертных приговоров убийцам, мятешникам и террористам подписал. Всего лишь. Каждый утверждал лично. И как только восстание пошло на спад, запретил выносить смертные приговоры. Мы не должны быть слишком жестоки. А имени Муравьева у нас нет ни улицы, ни памятника, ни мемориальной доски. Был, кстати, памятник Вильно, очень большой и красивый. Но его после революции поляки с надругательством снесли. И все. И больше ничего. Несколько лет назад, даже не несколько лет назад, по-моему, а даже чуть ли не в 90-е годы, была шумная история. В Польше назвали, в Варшаве, по-моему, назвали площадь имени Джохара Дудаева. И тогда наши депутаты, патриоты из Мосгордумы обратились к Юрию Михайловичу с письмом. Сказали, ну если поляки вот такие имени бандита Джохара Дудаева у себя площадь назвали, то нам надо назвать площадь перед посольством польским имени Муравьева. Не от большого ума. Мне кажется, это было большим оскорблением для графа Муравьева сравнить его с Джохаром Дудаевым, честно говоря. Так и не решились. Письмо написали, отпиарились. И не решились. Ни площади, ни улицы Муравьева у нас нет. Есть только, как говорится, памятник нерукотворный. Это стихи все того же Птютчева. Несколько строк я вам прочитаю. И мы закончим. На гробовой его покров мы вместо всех венков кладем слова простые. Немного было бы у него врагов, когда бы не твои, Россия. Враги Муравьева были враги России. А у него была простая политика. Друг – враг. Крестьяне, простые люди, они наши друзья. А вот шляхтотеррористы – они наши враги. Враги России – это были враги Муравьева. Такой он был человек. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин